коллеги всем добрый вечер добрый день доброе утро зависит зависимости от того когда вы нас смотрите сегодня наш бонусный каст посвящен тестам для главного бухгалтера как же взять на бухгалтер на компанию на эту должность грамотного специалиста мы сегодня с вами проговорим этапы приема главного бухгалтера в компанию конечно же это сначала конкурс резюме вы отбираете сотрудника в соответствии с тем кого вы видите на этой должности до того момента как вы размещаете вакансию у вас уже должно быть четкое понимание профиля сотрудника на эту конкретную вакансию то есть конкретно какими компетенциями опытом знаниями и навыками должен обладать эксперт на этой должности они конечно же будут очень разными в зависимости от масштаба вашей компании и нюансов учета в том числе налогового которые существуют в вашей компании я вам очень рекомендую в размещаемой вашего вами вакансии обязательно к вакансии прикреплять тесты как минимум от пяти до десяти вопросов это будет первый такой барьер через который должны научиться как это прыгать и преодолевать вот эти препятствия те кандидаты которые планируют работать вашей компании это очень важно потому что если вы не поставите этот фильтр то вы получите огромное количество откликов и 95 процентов из них будет не целевые к сожалению мы сталкивались таки с такой методикой подбора действительно приходит очень много неквалифицированного персонала поэтому на этом этапе вам уже нужно четко оставить те те кпи которые должен выполнять этот специалист в штате вашей компании таким образом вы покажете и приучите людей специалистов соискателей выполнять те требования которые вы как компания к ним предъявляете то есть для того чтобы попасть вашу компанию необходимо выполнить ваши условия условия номер один заполни тест и только после этого ты сможешь отправить свое резюме на а вакансию компании после этого конечно же вы проводите конкурс резюме в соответствии с тем профилем сотрудника который которым которым вы обладаете то есть вы подбираете человека на ту должность которая существует вашей компании компании с теми компетенциями которые вы этому специалисту предъявляете дальше хорошо чтобы а соискатели запомнили форму опроса где бы ответили на простейшие вопросы такие как оцените самостоятельно ваш уровень владения компьютером и а бухгалтерскими программами в этом перечисляете соответственно те программы которые необходимо чтобы главный бухгалтер обладал например бухгалтерии это 1с заработная плата управление персоналом это программа для расчета зарплаты 1с бухгалтерии предприятия и какие-то могут быть еще специфические истории связанные с учетом финансов либо какие-то ваши истории туристические да для того чтобы главный бухгалтер мог делать своевременно обмены между вашими специализированными программами опять же с чем мы столкнулись люди на каждом из этап из этапов наши воронки отбора персоналов дают абсолютно разную информацию то есть на этапе формы опроса и на этапе телефонов интервью и на этапе собеседования кандидата в офисе мы получали от одного и того же кандидата разные ответы на одни и те же вопросы мы это делали специально для того чтобы сравнивать те ответы которые нам дают это наша статистика и уровень опять же квалификация тех специалистов которые сейчас ходят по рынку труда дальше телефон интервью ваша и чар либо вы самостоятельно проводите телефон интервью обязательно люди когда к вам приходят в офис уже должны четко понимать на какую должность они идут и что за компания и в какую компанию не собирается устраиваться то есть предварительно вам уже нужно на этапе телефонов интервью получить кандидата эту информацию и ознакомить его с вакансией дальше следующий этап это собеседование в офисе и заполнение профессиональных тестов наши кандидаты заполняют анкету у вас будет бонусом к этому касту тест также будет бонусом к этому касту и три ответы на требования там три вопроса также будет бонусом к этому касту то есть типовые формы у вас все будут дальше проверка документов и рекомендаций с предыдущих мест работы службы безопасности это очень важно к сожалению то что пишут кандидаты в резюме не сходится с тем что написано на них трудовых книжках и не сходится с теми документами об образовании которые вам приносят кандидаты это опять же наша статистика будьте бдительны и будьте внимательными соискатель претендующий на должность главного бухгалтера это ключевая фигура вашем бизнесе она им будет иметь отношение к финансам к финансам я очень рекомендую вам провести наиболее детальную глубокую проверку этого кандидата службы безопасности дальше решение кейсов и тестовых заданий вы можете воспользоваться этой рекомендации либо не воспользоваться к сожалению опять же очень много кандидатов научились гениально абсолютно проходить собеседование однако по факту ничего из себя не представляют то есть как только кандидат садится за компьютер начинает работать мы сразу понимаем что это не тот человек который нам нужен поэтому я рекомендую конечно же брать людей конечно же я понимаю что за один-три дня вы все равно всего не увидите для этого нам и дается возможность по законодательству установили устанавливать для главбухов испытательный срок до 6 месяцев однако какие-то скажем так нюансы во взаимоотношениях с кандидатом за один-три дня вы я думаю успеете проверить и увидеть обязательно на этот один-три дня либо сразу же оформить трудовой договор с кандидатом либо договор подряда даже на один-три дня обязательно оформить все документы чтобы к вам потом не было никаких вопросов и решить заранее на берегу все вопросы по оплате этих тестовых заданий дальше прием на работу испытательный срок обязательно указывайте в трудовом договоре и следите за этими сроками от трех месяцев до шести месяцев если вы кандидату в последний день его испытательного срока не сообщите о том что он не прошел испытательный срок следующий день за испытательным сроком без всяких уведомлений о том что он принят на основное по основному месту работы будет считаться следующий день и что он прошел испытательный срок, поэтому обязательно следите за всеми этими сроками. Конечно же, у нас законодательство меняется каждые 18 дней и необходимо вам, как компании, быть заинтересованным в том, чтобы ваш главный бухгалтер обладал актуальной базой знаний. Для этого необходимо периодически отправлять главного бухгалтера на курсы повышения квалификации. За чей счет будет оплачиваться это повышение квалификации, это, конечно же, вопрос. Здесь вариантов только два. Либо за счет компании, либо за счет самого сотрудника. Это вы уже заранее договариваетесь на берегу, каким образом вы будете компенсировать, либо не компенсировать эти затраты, потому что фактически, если у вас человек работает в штате, вы, как компания, заинтересованы в том, чтобы у него была актуальная база знаний. Дальше. Составление карты развития сотрудников компании «Жизненный цикл». Что касается жизненного цикла, что хочу вам сказать, что все мы люди и тенденция последних десятилетий, я бы даже сказала, что сотрудники вашей компании не будут работать долго. Три года, как показывает моя практика, это срок жизни главного бухгалтера в компании. Уровня малое и среднее предприятие. У меня, конечно же, попытались эксперты, которые работали по 18 и по 25 лет. Это, конечно же, холдинги, очень известные холдинги. Хорошего главного бухгалтера, как говорят мои коллеги и предприниматели, передают по наследству. Хорошего главного бухгалтера передают по наследству. Действительно, редкость большая. И сейчас очень многие считают, что сейчас у нас рынок кандидатов, а не рынок компаний. То есть найти реально хорошего кандидата на должность – это большая проблема. Но, как я считаю, что это не проблема, это просто задача, которую необходимо решить. Для того, чтобы у вас всегда был кадровый резерв, этим вопросом нужно заниматься. В этот вопрос нужно инвестировать. И нужно понимать, что люди, конечно же, не вечны. Они могут уставать. Их периодически нужно делать ротацию. И, соответственно, понимать, в них вкладываться. Но, опять же, во всем об этом нужно договариваться на берегу, кто будет оплачивать все эти курсы с повышением квалификации. И, действительно, какие у вас будут программы лояльности или соцпакеты для ваших сотрудников, в том числе главного бухгалтера. Поэтому эти все моменты, пожалуйста, изначально на берегу решите, договорите, зафиксируйте в документах и, пожалуйста, работайте. Ну, опять же, моя статистика – 3, максимум 5 лет. Это уже хороший показатель, что человек не прыгает из одной компании в другую, а, в общем-то, готов работать, трудиться. И все, что пишет в своем резюме про ответственность, исполнительность и так далее, что действительно правда. То есть всегда смотрим на документы и на факты. Конечно же, обращайтесь к внешним аудиторам, ревизорам и контрольно-ревизионному управлению. Обязательно проверяйте вашего главного бухгалтера, даже если это ваша подружка. Обязательно проверяйте вашего главного бухгалтера, даже если ваш муж или жена. К сожалению или к счастью, в нашей стране так сложилось, что главный бухгалтер – это очень сильно интимная вещь. Вещь в кабучках, конечно же, да. То есть это очень близко. Это фактически как член семьи во многих компаниях становится. Но, тем не менее, вот это понебратство, вот эта семейность очень часто в компании идет не в плюс, а в минус. Ну, по крайней мере, я, то, что я вижу, то, что я наблюдаю, обязательно должен быть кто-то, кто будет проверять вашего главного бухгалтера. Те рекомендации, которые они вам дают, да, вы же на основе них принимаете ваши управленческие решения, поэтому нужно понимать, кому прислушиваться, да, и обязательно проверять вашего главного бухгалтера, по крайней мере, внешними экспертами, по крайней мере, раз в год хотя бы. В идеале, конечно же, у вас всегда должна быть альтернатива, то есть всегда должна быть какая-то внешняя, дружественная вам консалтинговая компания, которая будет вас консультировать по сложным вопросам, либо по тем вопросам, по которым у вас есть несогласие с вашим главным бухгалтером. Так, ну что, вы всегда знаете, куда обращаться. Будем рады вам помочь. Спасибо за внимание и до новых встреч.